партнер программы сеть детских клубов ети и дети алис давай вешать картинки помогай мне пожалуйста а вот и дима все в сборе и мы можем начинать здравствуйте ребятам привет меня зовут света и сегодня в компании дима и алисы ребята скажите пожалуйста вы знаете где вы оказались студии студии алис а ты как думаешь где ты оказалась сегодня в студии вы оказались ребятам стране безопасности давайте мы с вами присядем и расскажу вам и нашим маленьким телезрителям что это за место такое есть на нашей земле присаживаемся и так ребята страна безопасности это единственное место на земле где с вами никогда ничего плохого не случится мы с вами на протяжении четырех дней будем учиться правилам безопасного поведения практически в любой ситуации и постараемся эти правила дим дим постараемся эти правила объяснить нашим маленьким телезрителям это первый момент и 2 очень приятны это конкурса поэтому в конце четвертого игрового дня определиться победитель который получит главный приз впрочем тот кто проиграет без подарка тоже не останется ребят я вам уже сказала что в стране безопасности вы можете чувствовать себя абсолютно спокойно ничего плохого не случится но вокруг нас ребята огромный мир и как раз таки там может случиться все что угодно и поэтому мы с вами должны быть готовыми абсолютно ко всему пора уже приступить к нашим испытаниям сегодняшним но прежде чем это сделать я хочу задать вам один вопрос скажите мне пожалуйста что на ваш взгляд определяет все вот эти предметы которые лежат перед нами на столе посмотрите что это у нас что объединяет все эти предметы с врачами правильно ребята все эти предметы были изобретены придуманы для того чтобы оказывать медицинскую помощь человеку а такая помощь алис может понадобиться в самых разных ситуациях начинают очень серьезных болезней и заканчивая простой царапины кстати говоря если не оказать нужную помощь когда царапинка появилась то могут быть очень серьезные последствия этого невнимания к царапинам но об этом поговорим чуть позже вам расскажет об этом наш специалист по детской безопасности доктор вот а сейчас приступаем к нашему первому конкурсу поскольку у нас сегодня самый первый соревновательный день ничего сложного я вам задавать не буду самый простой на стране безопасности считается конкурс загадок любите отгадывать загадки условия первого конкурса ребята таковы я буду вам читать загадку а вам необходимо будет отгадку найти на стенде твой алис вот это стенд а твой дима соответственно тот за каждый правильный ответ вы заработаете фишку вот они у меня здесь хранятся а кто справится быстрее соперника получит от меня еще одну фишку не забывайте пожалуйста ребята что это задание на скорость то есть вы должны быстренько найти отгадку принести мне и тогда за скорость заработаете фишку кто сделает быстрее то итак я читаю первую загадку отгадку помчитесь искать только после того как я закончу читать загадку начинаем хорошо итак первая загадка кто в дни болезни всех полезней и лечит нас от всех болезней побежали так хорошо для вы за чуточку быстрее стараться магниты сдвигаем да я уже быстрее это у нас ребята молодцы присяжу присаживайтесь правильно абсолютно вы ответили итак ребята первую загадку вы отгадали отгадали правильно сделали это одновременно поэтому каждому из вас и сделали это очень быстро поэтому и за скорость вам дам и за правильный ответ дим тебе две фишки клади в свою коробочку и тебе алиса тоже две фишки держи и внимательно слушаем следующую загадку я под мышкой посижу и что делать укажу или разрешу гулять или уложу кровать побежали побежали кто это под мышкой у нас сидит быстрее 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 ой ребята какие у вас интересные разгадки присаживайтесь сейчас будем разбираться алиса принесла йод скажи пожалуйста каким это образом йод у нас может под ручка у нас сидеть еще и командовать гулять нам или 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 лежать в постели каким образом ты йод помещаешь под мышку я думаю что немножечко ошибочка вышла а ты что это принес дим я ложек я под мышкой посижу и что делать укажу или разрешу гулять или уложу в кровать неправильно ребята вы отгадали эту загадку абсолютно неверно здесь отгадка была какая была отгадка как вы думаете уже сейчас когда поняли что это не то градусник ребят все-все дим оставляем это был градусник под мышку мы ставим градусник чтобы померить температуру правильно давайте мы эти картинки отправим обратно надо на стенд может быть они вам еще пригодятся алиса свое вешай а ты дим свою прикрепите не забывайте что задание на скорости магнитики в руки не берите просто сдвигайте их в сторону так следующая загадка третье не везет сегодня светкин врач дал горькие побежали что горькое такое дал враги я уже хорошо правильно разгадали это действительно таблетки но дима оказался чуточку быстрее алиса поэтому ему две фишки и одну фишку алисе за правильный ответ алиса ты пожалуйста не забывай что надо на скорость быстренько хорошо еще одна загадка слушай внимательно хоть ранку щиплет он и жжет отлично лечит рыжий быстрее быстрее алиса алиса рыжий йод я быстрее оказался да и снова оказался быстрее дима ну главное что вы отгадали правильно и это меня очень радует держали со свою заслуженную фишечку и ты димка свои две ребят все загадки у меня в первом конкурсе закончились осталось знаете нам что сейчас делать посчитать сколько фишек и заработали в первом конкурсе считайте пожалуйста 1 2 3 4 5 6 я целых 6 алиса 4 у алиса 4 отлично практически равный счет что ж мы продолжим с вами зарабатывать фишечки сидим дим димуль ребят вы очень хорошо справились с моим первым заданием и последняя наша отгадка была йод это вы знаете удивительное изобретение человечества которое очень полезно нашей жизни о нем мы еще будем не раз говорить во время нашей игры но а сейчас я хочу вас познакомить с одним очень интересным человеком он является экспертом по детской безопасности это доктор давайте же с ним познакомимся ваше внимание на экран поворачиваемся к экрану телевизора ребята привет здравствуйте я очень рад нашей новой встречи сегодня у нас очень познавательная тема о таком медицинском антисептике как йод ребята а вы знаете в каких жизненных ситуациях вы можете применить йод алиса дим когда можно применить йод в каких ситуациях я поцарапался так верно алис а еще если любая ранка поцарапался или упал даже да какая-то ссадина есть правильно лес хорошо давайте дальше слушать дядю доктора ребята я хочу продемонстрировать как выглядит раствор йода вот так раствор йода используют для обработки ран ссадин и порезов он красно-бурого цвета раствор йода применяют следующим образом им смазывают поверхность кожи а при наличии ран смазывают кожу по краям раны и ни в коем случае не поливают йодом саму рану есть еще такое понятие как йодная сетка хочу разрушить главный миф о ней многие думают что йодную сетку нужно рисовать когда у человека дефицит йода в организме или какие-то болезни ребята запомните восполнить дефицит йода при помощи нанесения йодной сетки невозможно даже если обмазаться йодом полностью для этого существуют другие лекарственные препараты и такие продукты как хурма морская капуста или гречка кстати недостаток йода грозит человеку серьезными заболеваниями впрочем это уже совсем другая тема обычный медицинский йод как я уже сказал применяется для того чтобы дезинфицировать раны и порезы кстати сегодня обязательно спросите у родителей если в вашей домашней аптечке йод а на сегодня это все берегите себя и помните что здоровье это самое главное что есть у человека а в игре я вам желаю конечно победы и так ребята первый конкурс на день подходит к своему завершению но у нас с вами осталось еще одно контрольное испытание на сегодня и между прочим последняя возможность сегодня заработать фишечки и так конкурс у нас называется зелено-красный у каждого из вас есть по две карточки одна красная одна зеленая возьмите их ручки вот я буду вам читать высказывание она может быть как правильным ребята так и неправильно если она правильная вы с ним согласны то вы поднимаете какую как вы думаете карточку зеленую конечно дим только вот так поднимаем на таком уровне выше не нужно а если высказывание на неправильное то мы поднимаем красный правильный алис кто первый поднимет тот фишку получит за скорость и конечно же фишка за правильный ответ ну что будем начинать я предлагаю да хорошо тогда когда я читаю первое высказывание. Если не обработать царапину, то можно серьезно заболеть. Вы не согласны с этим? Уже поздно менять. Уже ответ был, Дим. Неправильно, ребят. Конечно же, вы не согласны с тем, что если не обработать царапину, то можно заболеть? Это же действительно правда. Это было правильное высказывание. И нужно было поднять зеленую карточку. Фишки остаются, между прочим, у меня. А это последняя возможность сегодня фишки заработать. Так что будьте, пожалуйста, внимательными дальше. если поцарапался надо просто промыть ранку поверни что было видно дим дим алис и снова вы ошиблись здесь нужно было поднять красную потому что просто промыть водой ранку этого недостаточно нужно обязательно обработать йодом и наложить повязку ребят запоминайте пожалуйста это очень важно потому что это очень простые правила слушаем следующее выражение йод убивает бактерии и микробы не подсматриваем молодец молодцы вдвоем ответили правильно йод действительно убивает микробы алиса была здесь шустрее быстрее поэтому алис тебе две фишечки и а 2 фишки дим тебе за правильный ответ и последнее выражение ребята внимательно внимательно слушаем последние фишки я сейчас вам вручу если вы заработаете и так если поцарапает животное то может возникнуть аллергия правильно ответили быстро ответили одновременно поэтому снова по две фишки я даю каждому каждому из вас ребята может возникнуть не только аллергия в этом случае если поцарапать животное но даже может быть гнойное воспаление поэтому нужно обязательно обращаться все уже победил дим фишки считать еще рано я не сказал нужно внимательно слушать и запоминать то что я говорю хорошо и так а вот сейчас давайте мы с вами посчитаем сколько фишек вы сегодня заработали в первый игровой день алиса сколько фишек тебе удалось сегодня заработать 9 отлично 9 у алисы и 11 у димы ну что ж ребята я с вами прощаюсь до завтра встретимся в нашей стране безопасности до встречи пока пока пока